Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, хотелось бы посоветоваться, но психологи не дают советов. Я мусульманка, была замужем, есть ребенок от брака. То есть отношения с мужем у вас почему-то не сложились. Ну, помимо того, что нужно увидеть, что послужило причиной того, что ваши отношения с мужем не сложились. Вот. Чтобы, ну, в будущем не влияло это на ваши отношения с мужчинами. Помимо этого, есть еще такая вероятность того, что развод вас травмировал и, соответственно, это травма тоже, ну, дает особернать в данном случае. Дальше идем. Ребенок от брака у вас, он живет с вами, какие у вас с ним отношения? Работаю в офисе. Нравится работать? Нравится. То есть, как вы реализовываетесь, не реализовываетесь по ощущениям на работе. На втором году работой в офисе пришел парень, мы с ним познакомились в автобусе, я смотрел на него, и он мне понравился с первого взгляда. Симпатия с первого взгляда очень часто бывает идеализацией. Вот, это очень важно понимать, что такого рода симпатия часто бывает идеализацией, когда мы наполняем, по сути, человека тем, что нам хочется, не видя его таким, как он есть. С самого первого дня мы сдружились, что это значит? Он немного странный, с девушками общения не поддерживает, только со мной сдружился. Ну, видимо, от вас не чувствовал какой-то угрозы. Он мне очень нравился, иногда писал в WhatsApp, но я не рисковал описать, боялся, вдруг я ему не нравлюсь. Это страх отвержения, тут нужно с самооценкой поработать. Я чувствовал, что ему нравлюсь, вы не могли этого чувствовать, вы можете чувствовать, чувствовать только то, что чувствуете сами. Когда вы чувствуете, что вы кому-то нравитесь, это больше про проекцию, то есть перенос, то есть присваивание человеку чего-то, что чувствуете вы. Потом я поделился видео в ему адрес, подумал, если ответить, значит, я ему нравлюсь. Тут момент какой, что вы как-то вот очень ориентируетесь на активность человека. Вот, то есть если он ответит, значит, я ему нравлюсь. Но это так не работает, вы можете встретить как раз-таки пассивную реакцию, но это не означает, что вы не нравитесь. И наоборот, активность не означает, что вы нравитесь. Вот, то есть тут вам вот это, вот от этого стереотипа нужно отходить. Так он написал, так он написал мне, предложил дружбу, я согласился. Только ли на дружбу вы согласились? Только ли на дружбу вы согласились? Это очень важный момент, потому что, ну, отдаете ли вы себя в честь в том, что соглашались на дружбу? Или это история про то, что я согласился на дружбу, но рассчитывал на что-то другое? Дальше, вы пишете, он мне задал вопрос, если кто-то, я сказал нет, никого нет. Обратите внимание, что друзья как-то, наверное, такие вопросы друг другу не задают. Так он, значит, так, он спросил, как думаешь в любви, кто должен делать первый шаг? Ну, у меня сразу вопрос, что значит в любви, да? В любви это как, то что? Я сказал, первый шаг должен делать парень, но только в исключительных случаях. Первый шаг может сделать девочке, если это придется сделать, и другого выхода у него не будет. Почему это такая большая проблема? Ну, то есть, что такого в том, чтобы девочка сделала первый шаг? Да, я знаю, что вы мусульманка, но поскольку вы живете, судя по всему, на территории России, то, соответственно, ну, вот вам нужно как-то немножко, наверное, адаптироваться под нормы поведения в той территории, где вы находитесь. Вот. То есть, ну, опять же, почему? Что такого, если девочка делает первый шаг тому, кто ей нравится? Да? После этого разговора, спустя несколько дней, он меня заблокировал в соцсети. Ну, это логично, потому что мужчины явно не самые активные, явно может стесняться и бояться, а понимая, что вы как бы первый шаг делать не будете, ну, наверное, я понял, что ничего не получится. Другой коллега по работе стал причиной его обиды. Возможно, но причем без вы. Он думал, что мы с ним любили друг друга. Вам не кажется какое-то вот детское немножко поведение здесь внедрело поведение? Я сделаю всевозможность убедить его, что это было не так, как он думает. А это, по-вашему, первый шаг или нет? Просто очень, очень похоже на проверку у вас, что ли. Личитлячего делали, делали все возможное. Так, несколько месяцев он меня не слушал, потом он меня разблокировал и написал мне, просил прощения, сказал, был не прав. Несколько месяцев он вас не слушал, а вы несколько месяцев пытались, получается, до него достичаться. Ну, понимаете, вот, опять же, даже если принять во внимание факт того, что вы говорите, что мужчина должен делать первый шаг, а девушка, нет, то ваше поведение выглядит противоречащим. Ну, противоречащим этому высказыванию. То есть это как будто бы неуверенность в себе у вас. Так, если я была и сейчас ему дорога, и что в его глазах, так же сына, как и раньше. Тут какая-то, знаете, идеализация у вас идет, что ли. Но, сказал, у него была девочка, и что она была, когда он общался со мной. Но ведь он вам ничего не обещал, и у вас отношение как бы не началось, если я правильно понял. Он сказал, извини, что не писал, он был неправ. Сказал, чтобы все оставили позади, и встретились, поговорили с ним к лицу. Я согласился, в день встречи он не пришел, попросил прощения, сказал, что все еще на работе, делал многое, что встретимся потом. И это ощущение, что мужчина боится встречи. Так, мы несколько дней общались, все было хорошо, потом он прекратил отвечать на смс. Спустя 3-4 дня, я спокойно заблокировал на этот раз, навсегда. Я... навсегда. Что вы имеете ввиду, вход. Навсегда. Я пытался связаться, но не выходил на связь. Даже номер заблокировал, чтобы не звонило. Ну, видимо, что-то с ним серьезное происходит, в смысле внутреннего конфликта. На работе, когда он меня видит, смотрит в глаза, когда видит в коридоре, случайно он сразу останавливает, смотрит на меня. В прошлый раз на работе один мужчина стал кричать на меня, этот парень заступился за меня и сделал больше, чем другие сотрудники. Да, все указывает на страх сближения с вами. Он делал это в первый раз за 2 года работы в офисе. В тот же день я вышел в коридор, и, как я поняла, специально он перешел на дорогу, и я наступил ему на ногу, чуть не упала, как бы упала на него. На завтра, на седине, в кабинете начальника, он был на собеседовании, с ним все парни были в комнате начальника. Я постучал, начальник сказал, заходи. Я открыл дверь, он встал прямо за дверью, я его не видел. Я посмотрел, в комнате много парней, хотел уйти. И, как услышалось, дверь открылась, я посмотрел на дверь, он с трудом смотрел на меня за дверью, видно было только его лицо. И еще, что я заметил, он никогда не останавливал автобус где-то помимо офиса, всегда останавливался прямо перед офисом. Когда я шла пешком на работу, он останавливал автобус за одну остановку, вперед и шел очень медленно прямо передо мной. И на днях приехал на такси. Вы пытаетесь здесь увидеть знаки внимания его к вам, чтобы ему не безразличны. Компенсируя таким образом свою несколько заниженную наценку неверно в себе, а также совершая бегство от страха быть отверженной. Тем не менее, вы, судя по тому, что вам понравился такой мужчина, выбираете человека, с которым вы могли быть сами несколько более активны и более свободны в поведении. Только на данный момент вы этого не признаете и этому сопротивляете. При этом это не означает, что вы должны брать инициативу в свои руки, это не означает, что вы должны быть лидером в паре, но, очевидно, судя по выбору партнера, что вы хотите большей свободы. Несколько. Несколько. Вот. Дальше. Первый день я остановился, остановил перед офисом, сразу посмотрел внутрь, на второй день я шла пешком, он ехал на такси, зашел в офис через заднюю дверь, как я поняла, потому что у меня не было в офисе, и он не зашел через главную дверь. Зачем так много внимания к таким подробностям? То есть вот, как-то вот есть ощущение, что вам в вашей жизни интересно. Есть ощущение, что вы как-то вот цели-то своей в жизни не видите, судя по тому, как много вы обращаете внимания на эти вещи. Так, так вот, чувствую, что у него чувство есть, но почему он отдалился? Еще раз. Вы не можете чувствовать, что у него есть чувство. Это механизм проекции. Отдалился человек в силу каких-то своих причин. Для вас это не имеет значения. Что имеет значение? Это то, что вы его отдаление воспринимаете как отвержение себя. Вот с этим нужно работать. Моя сотрудница по работе спрашивала у парня, как он парень, а что один из парней сказал, что он не хочет, чтобы кто-то говорил обо мне плохо. Если мы знаем, ничего нет. Непонятно, как связано то, какой он парень, с тем, какая вы, разговором о вас. Вопрос-то был не про вас. Непонятно здесь. Другой парень сказал, что пусть его забудет, у них ничего не получится, ни потому что он не любит, а потому что окружение этому мешает. Это лучше, если кто-то чего-то хочет свидаться. Получается. Типа говорят, она хорошая, но была замужем, есть ребенок. Это тоже полная, полная чусть. Это не играет никакого, не играет никакой роли, никакого значения не имеет. Ты холостяк, зачем она тебе? Скажите, пожалуйста, как понять, есть ли у него ко мне чувства? Никак. Так, даже если у человека чувства есть, но он их так не выражает, ничего не изменится. Обратите внимание, что вы пытаетесь понять его чувства, но не разобрались в себе. Вот вы привыкли, опять же, опираться на внешнее, на других людей, что и делает вас зависимой. Это точно определяет вашу зависимость этого человека в какой-то степени эмоциональную на данный момент. Брайон Илья Вижен, что если... Брайон Илья Вижен, если любит, почему ушел к другой? Из чего вы сделали вывод, что он ушел к другой? Или это ваши домыслы? С ним не женится, он с ней только для того, чтобы проводить время. Ну, возможно, это его право, это его выбор. Но, как он сказал мне, не беспокой меня, ты же знаешь, у меня есть друга. Вы довольно-таки не хронологично излагаете свою историю, при том, что вы уделяете внимание мелочам, но вы как раз-таки важные моменты не изложили. Например, когда вы писали, что он вас заблокировал, вы не сказали, что он ушел к другой. Справцы говорили о том, что он вот проявлял к вам внимание. То есть, ваша история, она выглядит несколько скомканной и вот, ну, рвамой. Рвамой. Немного. Так, как мне кажется, мне ради того, чтобы забыть и не думать обо мне, опять же, это домысло, это проекция, это не обращение внимания на себя. Потому что вы видите, когда мы встречаем целесом к лицу, он редко останавливает смотрим на вам в глаза, как и я на него смотрю. Я хочу его вернуть, но не знаю, как это сделать. Вам для начала нужно определить его значение для себя на данный момент и свои желания по отношению к нему. Вы очень быстро увидите, что дело может быть даже и не в нем. Я его люблю, готовы сделать все для того, чтобы он вернулся, но что же нужно сделать и как себя стремиться, чтобы вернулся. Давайте для начала попробуем увидеть, что вы имеете ввиду, говоря, люблю его, потому что отношения у wealth судя по тому, что я могу видеть. Не было. мы мусульмане, у нас все по-другому, просто общение без брака, плохо смотрится в головах народа. Заранее спасибо за ответ. Так а вы где живете-то? Вы живете у себя на родине или вы живете в России, где вы живете? Понятно, что если у вас все по-другому и вы живете на территории своей страны, то нет, ну, вам логично возвращать его не вариант. Вот. Но повторюсь, на мой взгляд, вы его идеализируете, вы соединяете в этом человеке в идеализации свои собственные вот конфликты и видение решения этих конфликтов. На этом все. Буду благодарен за обратную связь с «По моему ответу». Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.